Приветствую вас! Ну, вы знаете, я Ольга. Избавиться вам от своих мыслей и ощущений, как вы говорите, мерзких, просто так не получится. Просто так это сделать невозможно, потому что за ними стоят определенные ваши особенности, за ними находится определенный ваш опыт, который и делает, собственно говоря, возможной вот эту всю ситуацию. Понимаете, какая штука? Вот. Значит, так что... Это первое. Второе. Второе. Мне кажется, что вам нужно со своим мужчиной определиться с четкими границами, четкими сроками того, когда вы будете вместе. Просто. Когда вы будете вместе и... Сколько времени. Через сколько времени вы будете вместе. Точно. Потому что... Без этого ваша ревность и некая подвешенность вашего состояния, да? Некое подвешенность состояния, а... Вполне имеет место быть. Вот. Потому что, ну, действительно... Действительно отношения на... Расстояние... Крайне... Крайне тяжело... Делать. Поддерживать. Вот. И в этом смысле вас... Сложно не... Сложно не... Не понять. Вот. Ну, это было все, что касается... Каких... Каких-то вот... Скидок... Скидок... На... Ситуацию... А... Вот именно... В целом. Да? А... Теперь поговорим о том, что вы не... Не уверены в себе. О том, что вы боитесь. А... Кхм-кхм. О том, что вы... А... Боитесь... Остаться вам на... О том, что вы... обесцениваете себя, о том, что вы, вероятно, сравниваете себя с другими девушками, о том, что вы боитесь потерять своего молодого человека по факту. И в этом случае я полагаю, что вам необходимо работать над своей уверенностью в себе, своим страхом одиночества, над своей самооценкой, над более глубокой и полной, если угодно, реализацией себя. Вот. И, соответственно, это то, на что вам нужно обратиться сейчас свое внимание. То есть, ваша ревность, она связана с данными аспектами, и все, что вы описываете, это про то, чего вы боитесь, про то, чего вы опасаетесь, про то, как вы воспринимаете, да, всю эту ситуацию в целом. Вот. Это такой момент. Вы пишите, что вы чувствуете себя виноватой. Как ни странно, как ни странно, но чувство вины, оно присутствует практически всегда, когда имеет место быть неуверенность в себе. Почему? Потому что неверность в себе, это следствие того, как вы относитесь к себе. Это следствие того, что вы на протяжении своей жизни делали выводы о том, что какая-то вы не такая. О том, что что-то с вами не так. О том, что есть некие проблемы у вас. И вина, вина, это как раз таки следствие того, как вы себя зажимали. Того, как вы себя подавляли. Ну, а это все корректируется, вне всякого сомнения. Это все корректируется, это все раскрывается, это все приводится более-менее в адекватную форму. Вот. Но для этого нужно, чтобы вы были готовы работать над собой и готовы были позволить молодому человеку делать то, что он хочет, и не придавать ему и отношениям столь большую важность, какую вы продаете сейчас. Вот. Это еще одна важная штука. Это еще один важный момент, да, когда вы, ну допустим, отношениям к мужчине придаетесь слишком важным. Важные отношения настолько, что боитесь, условно говоря, его потерять. Вот. все равно, я имею ввиду человек. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно с этим поработать. На мой взгляд, вам нужно это поисследовать и вполне возможно, что вы сможете определиться с чем-то более важным, чем отношения, ну вот, которые у вас есть. Вы определитесь с чем-то, ну, чем-то гораздо более важным и уже не будете так сильно переживать, даже, вот, в том случае, если действительно мужчина что-то себе, себе, ну, что-то себе позволит, потому что он, никто его, в общем и целом, не остановит от этого. Обратите, пожалуйста, внимание, да, на то, что вы не задаете свой вопрос, вот. Если честно, то вы вообще вопроса не задаете совсем, вот. А это очень важно, потому что тот факт, что вы не задаете вопрос, говорит о том, что вы не совсем готовы решать проблему, перед которой, условно говоря, оказали. И это, конечно, очень печально, очень прискорбно, потому что ситуация грозит действительно привести к тому, что вы можете потерять отношения, потерять молодого человека, вот, благодаря своей ревности, вот, и, как бы, тем более, тем более, что вас, как-то, вот, не останавливает даже то, что у него операция, там, и прочее, 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 я вас сейчас не обвиняю, я просто, я понимаю, что вы, ну, что вы, как бы, вполне можете, боятся бояться его потерять молодого человека, я понимаю, вот, но вот весь вопрос в том, почему вы боитесь его потерять? Весь вопрос, он, как бы, в этом, весь вопрос, весь вопрос в том, почему я боюсь своего, ну, своего мужчину, да, потерять? Чем для меня это так, вот, вот, страшно? Чем для меня это так ужасно? Ну, вот. И вполне вероятно, что сейчас, вот, именно сейчас, вы этого ответа не видите, но он есть, а, а, этот ответ, вам нужно просто поискать. Достигается это самые, вот, самыми, разными способами, как работаю, со страхами, так и с, эээм, приданием большего, ну большего значения именно тому, что вы делаете, тому как вы, условно говоря, там, организовываете свою жизнь, да, чем вы занимаетесь и прочее, вот. Это тоже очень важная часть, вот. Так что я рекомендую определиться с тем, что вы, в принципе, хотели бы, да, то есть какой помощи от психологов вы хотели бы, определиться с тем, что вам нужно от психологов, вот, и дальше уже как-то двигаться в том направлении, в каком вы сами решите двигаться. А, значит, такая вот история. Вы пишете, значит, давайте теперь про ваш вопрос. Ощущение, если у тебя был доступ и не было спокойно, теперь отбирают, значит, хотят скрыть что-то. Нет, совершенно не обязательно, что если вас отбирают доступ, значит, хотят что-то скрыть. А, во-первых, как бы доступ у вас, ну как бы вам так сказать, доступ у вас никто не отбирает, потому что он никогда не был ваш, этот доступ. То есть вы, вы были спокойны, да, вы были спокойны только по той причине, что у вас была информация. То есть это спокойствие было условием. Но это не было доверием. Понимаете? Какая штука. Доверием это не было. А доверием это, пожалуй, то, что, ну, не побоюсь этого слова, крайне необходимо. То есть без доверия вы не сможете ничего сделать. Без доверия к своему молодому человеку вы не сможете выстраивать адекватных отношений с ним. Вот. И самое, что главное, это то, что доверие, оно предполагает определенные условия в важном случае. То есть вот, как, грубо говоря, вам кажется, да, что, ну, вот именно для вашего доверия, да, чтобы вот, чтобы вот вы именно доверяли, необходимо, чтобы молодой человек выполнял как какой-то ряд условий. Но ведь подобная история, она говорит, по сути, она говорит о недоверии к тому, как, как только какое-то условие у вас, как вы с вами сказали, забрали, вы тут же доверять. В общем-то, в общем-то, перескали. Вот. Тут мне кажется, что ни о каком доверии, как до кого-то речи быть не может. То есть, вероятно, у вас, ну, никогда и не было доверия к молодому человеку. То есть, вы изначально свои отношения выстраивали на недоверительных основаниях, на недоверительных основах. Вот. И я в таком случае не удивлен, почему, собственно, отношения у вас с мужчиной не складываются. Вот. Я не удивлен, потому как, если доверия изначально не было, да, то, соответственно, мужчина это чувствует. Как бы. Он чувствует, да, он понимает, он ощущает, что есть какие-то вот проблемы. Вот. Поэтому вам я рекомендую подумать о том, каких вы хотите взаимоотношений с человеком всё-таки. Вот. Доверительных или не совсем доверительных. Вот. Потому как, если это доверие, то это полная, полная доверие. И полная безусловность вообще. Вот. Как, ну, как таковая, если мы говорим о доверии. Так, а дальше, значит, значит, про вину сказал, как я встал от своей ревности и неуверенности. Как я хочу перестать переживать, что потеряю его, и опять сама всё порчу. Всё правильно, вы переживаете по поводу того, что можно его потерять. И, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, совершенно не стоит как-то вот, знаете, совершенно не стоит лечать себя. Этих моментов. То есть, совершенно не стоит пытаться избавиться от того, что вы боитесь. Напротив, мне кажется, что было бы крайне здорово, если бы вы определили бы для себя, почему, опять же, да, вот почему вам так страшно, что вы можете своего молодого человека потерять. Было бы, было бы очень здорово, если бы этот момент вы для себя определили бы. То есть, не просто вот, я хочу избавиться, всё, давай будем избавляться, а именно, вот, именно поисследовать, именно поисследовать то, какие причины. Этого есть у вас. Какое значение, значение молодой человек имеет для вас и, соответственно, почему он имеет такое значение для вас. Реализовать это значение в обязательном порядке. Вот, ну, а как, как, по-другому, да? Вот. Тут только через реализацию. И, реализовав, вы уже смогли, смогли бы что-то для себя понять, могли бы что-то для себя определить, могли бы что-то для себя выявить. Вот. И вам самой было бы, ну, гораздо легче. А так, ну, вы просто пытаетесь сейчас избавиться от того, что вам, вроде как, ну, мешает, да, построить отношения. Вот. Но вы же сами говорите, что именно то, что вам мешает построить отношения, да, является проблемой. То есть, именно то, что вы боитесь, что всё испортится. И при этом продолжаете тут же, ну, продолжаете ту же самую, в общем-то, ну, ту же самую стратегу. Вот. Я вас не обвиняю, я просто пытаюсь пояснить, как, на мой взгляд, обстоят дела. Вот. Очень надеюсь, что вам моя позиция будет близка. Очень надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Очень надеюсь, что вы, ну, предпримите, да, предпримите попытки к тому, чтобы поработать с психологом, найдёте возможность, вот, поработайте над теми моментами, которые я озвучил. Вот. И дальше уже будете что-то решать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.